Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье в стиле Боха. Мы отрисовали с вами классические всякие модели и простые базовые модели. Пришло время на усложнение. Чем отличаются такие модели? Как правило, это большое количество маленьких складочек, оборочек, защипов и так далее. Соответственно, имейте в виду, на это всегда тратите больше времени. Но все-таки Adobe Illustrator в этом помогает. И можно данный процесс немножечко ускорить. Я взяла шаблон. Данный шаблон вы можете скачать. Он находится по ссылке под этим видео. Найдете в комментариях. Совершенно бесплатно вы можете скачать. Также у нас на сайте есть другие шаблоны с фигурами мужскими, женскими, детскими, которые вы тоже можете скачать и использовать. Итак, я убрала ненужные ручки при помощи инструмента прямого выделения. Выделила и нажала кнопочку DEL. Теперь блокирую слой, на котором у меня расположен данный шаблон. Здесь удобно. Есть уже линия груди, линия талии, линия бедер. То есть мне будет максимально комфортно в этом вопросе работать. И сейчас я немножко приближу. Что еще я буду делать для ускорения? Соответственно, я буду рисовать половинку. Поскольку то платье, которое я задумала, оно симметричное. Для меня это будет ускорением процесса. В том плане, что мне не нужно будет рисовать две половинки. Мне нужно будет нарисовать одну. А это уже у нас с вами ускорение. Итак, выбираем цвет контура черный. Инструмент перо. Классическая толщина единичка. И начнем. Я начну в данном случае с пояса. И платье у меня будет застежка на пуговице. Соответственно, мне нужна линия запаха. Вот таким образом. Я начну с пояса. Если требуется какое-то округление, смягчение, вот в инструменте перо можно все открыть. И, соответственно, уже делать нужную форму. Если что-то не нравится, вниз опустить и так далее. Здесь это очень приятно. На шаблоне вы сразу увидите, где находится старинная линия. И плюс того, что мы заблокировали наш шаблон, мы его при рисунке никуда не смещаем. Он находится в стабильном состоянии. А это очень удобно. Так, следующий элемент, который у меня будет. Так, не забываю править направляющие. Если мне это требуется. Линию можно, видите, соответственно, править, гнуть так, как мне необходимо. Если я понимаю, что я где-то не там, где я бы хотела, я могу это тоже выше-ниже сместить в зависимости от художественной задумки. Так, теперь я сделаю такую штучку. И в данном случае буду использовать инструмент окно, обработка контура. Вот таким образом. Хорошо. Так, здесь половинку мы нарисовали. Теперь юбочка. И сейчас потом я покажу, будем делать с вами складки. И в этом же эскизе покажу работу с длиной изделия. Как это делается в иллюстраторе, чтобы было удобно. Так, я нажимаю shift, чтобы линия у меня была прямая. Точка. И легкие складочки мы сейчас заложим. Есть очень классный инструмент, который позволяет вот эту линию складочек потом привести прям в хороший вид. Сейчас покажу. Так, соединили точку бедра. Чтобы она попала в нужное место. И вот здесь вот в кистях в карандаше есть такой инструмент, который называется сглаживание. И вот можно инструментом сглаживания погладить низ. И тогда вот эти линии, они получаются более мягкие, более округлые и больше похожи на мягкие плавные линии складочек. Здесь тоже их еще там добавить, поправить. А если это требуется. Опять посмотрели и можно еще их погладить. Программа вам сама будет предлагать, но если что-то не нравится, вы уже тогда это корректируете. Соответственно, пышность юбки тоже вы можете задать в зависимости от того, что вы запланировали по эскизу. То есть ее больше лишить, увеличивать количество складок, либо же оставлять так, как есть. Вот основу я создала. Теперь я начинаю работать со складочками. Есть инструмент линия. И данной линией я буду намечать складки. При этом складки я люблю рисовать двумя инструментами. Это линиями. Ну вот прямой линией, либо же пером в зависимости от формы складки. И плюс ко всему использовать тени. Соответственно, вот они линеарные. И можно создать еще один слой, чтобы они друг с другом сейчас не сплетались. Здесь по складочке добавить тень. Одна. Смотрите. А вот здесь очень рекомендую посмотреть классические учебники по рисунку. Для того, чтобы понимать образование тени и света в складках. Это вот прям базовая основа рисунка. То есть, что хорошо знать, куда она идет. Не обязательно они должны быть прям супер нарисованы. Но вот просто, чтобы понимание, а где она должна пролегать. Вот они такие черными получились. И теперь, чтобы они не смотрелись так, ну, топорно действительно, да, я им задам полупрозрачность. Отлично. Открываю свой слой. Ctrl-C. И этот слой просто удаляю. А на этот слой их помещаю. Ctrl-V. Вот такая красота у меня получилась. Так, теперь у меня будут еще маленькие защипчики вот здесь. Соответственно, я приближаю. И буду рисовать защипчики. Вот здесь в инструменте линии есть такие дуга. В принципе, их можно очень удачно использовать для того, чтобы они вам помогали создать правильные такие вот формы защипчиков. Так, у меня их не видно, потому что они у меня бесцветные. Вон они есть. Вот. Нужны они мне вот здесь. Сначала я рисую обычно более грубой линией, а потом уже делаю более тонкую обводку. и задаю еще профиль. Можно рисовать перышком. Я рисую данным инструментом. Вы можете рисовать тем инструментом, который для вас более актуален. И который более удобен в работе. Нам главное, чтобы получился правильный результат, соответственно. Как будет исполнена линия, отнесение принципиально. Ну, как видите, пока так немножко грубовато это все смотрится. Сейчас будем отмягчать. Все это вместе выбираем. Так, ну, во-первых, если вы сразу сделаете потоньше, уже будет лучше. Плюс я люблю добавить вот такую штучку. И теперь можно еще задать тени. Прямо можно через все сплошную тень. Ну, только чтобы они тут немножко между собой. Так. Вот это то, почему я люблю переносить на другой слой. Иногда задействуют. Впадаете в точку объекта, и он у вас тоже начинает реагировать. Вот это не здорово. Так. Так. Так я попала. Так. Так и так. И опять, что мы сделаем? Мы его сделаем светло-светло-серым. Пересниму отсюда тон. Вот оно у нас есть. Почему интересно и здорово делать светло-серым? Потому что светло-серый цвет, он потом вам даст при любом заливке цветом, правильное теневое расположение. За исключением, если вы будете заливать темно-темно-синим или черным. То есть темным цветом. В случае, когда у вас это светлый оттенок, то у вас всегда все будет хорошо. Можно еще дополнительно, смотрите, вот у меня здесь дуги. И им тоже дать цвет заливки. Вот он. Это выбрано. Вот они. Им тоже дополнительный цвет заливки дать. И тоже можно их... Будет такая складочка. При этом Ctrl-C, Ctrl-B без заливки и со стопроцентной непрозрачностью. Таким образом у вас и тени будут. Так, Ctrl-C, Ctrl-B. Вот у них отменяем цвет контура. И вот так вот. Потому что что происходит? Когда вы у объекта задаете непрозрачность, то, соответственно, эта непрозрачность применяется и к цвету фона, собственно, заливки, и к цвету контура. А это не очень здорово. Поэтому лучше, конечно же, использовать более мягкий вариант, когда у вас и контур, и фон отдельно. Так. Чтобы у вас были все-таки четкие линии. И здесь то же самое. Можно их нарисовать, а можно, смотрите, какой хитрый сделать. Скопировать то, что мы с вами уже нарисовали. То есть это вот к моменту ускорения рисунка эскизов. В чем помогает иллюстратор, когда вы можете какие-то фрагменты, ну, соответственно, скопировать и расположить там, где вам нужно. Сейчас мы их подожмем. Но если они актуальны, если они подходят, здесь тоже это всегда нужно смотреть по эскизу. Вот таким образом я сюда быстренько перераспределила. Вот эти две линии мне не очень нравятся. Сейчас мы их по-другому сделаем. Правим то, что у нас вылезает. Отлично. С одной стороны, с другой стороны. И еще вот здесь по низу у меня тоже будет такая же линия. Сейчас я поправлю. Если нужно, можно их чуть-чуть удлинить и продлить. Отлично. Приближаю. Корректирую линию. Соответственно, видите, она у меня подлетела. То есть, когда вы копируете, нужно все-таки смотреть, что вы скопировали, какой результат у вас получился. Вот это все лишнее, то, что там торчит. Собираем. Вот эти две линии мне не нравятся. Так. Вот так хорошо. Сейчас мы их тоже везде поправим. Везде не нравятся. И вот здесь. Давайте посмотрим. Да. Все очень получилось. Теперь мне нужны еще дополнительные отстрочки. У меня вот здесь будет отстрочка. Видите, я половинку почти полностью уже собрала. То есть, сейчас я белую заливку добавлю, и эскиз сразу прям вот, ну, встанет, как он должен быть. Такая у меня будет отстрочка. По краю вот эта часть лишняя. Нам все равно нужна некоторая кривизна. Вот так. Так, цвет заливки не нужен. А пунктир будет на 0,25 пунктирная линия. Вот. Теперь смотрим. И еще нам не хватает задника. Ну, соответственно, то, что мы с вами будем видеть. Глубину тоже посмотрите, как у вас должна быть. Приходим. И сюда тоже переходим. Она может быть чуть больше, чтобы потом уходила вглубь. Так. Пунктир убираем. Поэтому он мне не нужен. Единичка. И здесь проверяем, чтобы у нас была вертикаль. Сейчас при слиянии все это выясним. Так. Уголочек, чтобы не торчал. И здесь, чтобы не торчал. Хорошо. Теперь заливаем основные объекты белым цветом. Именно саму основу. Смотрите. Сразу сейчас пропадет видимость нашего шаблона внизу. Зато сразу обретется вид уже более готового эскиза. Вот таким образом. Теперь берем все вместе. Инструмент. Зеркальное отражение. Ставлю точку по центру. И мы делаем отражение. Зажимая Shift-Alt. Я поставила. Уберу это все на задний план. Монтаж на задний план. Правой кнопочкой мыши. Сливаю две задние половинки. И вот эту часть тоже, смотрите, надо поправить. Видите, она слилась не очень ровно. Минус. И назад ее увожу. Сейчас будет красивая горловина. Все на место встанет. Вот. Вот он мой нахлест. И мне не хватает застежки. Это пуговичек. Плюс я могу добавить то, что там сзади у меня должна быть, скорее всего, обтачка по технологическим особенностям. Центральный шов. Можно его сделать потоньше, чтобы он не привлекал на себя много внимания. Ну, то, что он там есть. И, в принципе, эту линию обтачки тоже можно. Ну, так. Оно там есть. Мы об этом подумали. Но, как бы, на переднюю часть не будем ее так сильно акцентировать. Пуговки. Кругленькие. И с четырьмя дырочками. Сейчас мы вот так вот поставим. Она будет у нас иметь цвет заливки. Давайте немножечко оттенки ей дадим. Так. Теперь на ней сделаем дырочки. Сразу потоньше. Раз. Два. Три. Чуть-чуть поправлю. И сзади тоже. Там же у нас должна быть петелька, правильно? Вот мы ее и покажем. Так. Теперь вот эту всю красоту мы на передний план забираем. И петельку тоже сгруппировать. Люблю, когда все-таки сгруппированы. Смотрим размер. Наверное, чуть-чуть поменьше. Вот. Отлично. Так. Шифтом вниз. Ctrl. Докопировать. И D. Повтор действия. Мне кажется, великовата. У меня получилась пуговка по размеру. Сейчас мы ее еще уменьшим. Да. Нас три. Отлично. И мне еще понадобится несколько пуговок на юбке. Так. Да, думаю, прекрасно. Сюда, наверное, я сейчас удвою количество пуговиц. По дизайну оно здесь будет актуально. И вот у нас с вами получилось платье. Здесь можно разрядить пуговки наоборот. То есть нам их так много не нужно. Получилось прекрасное платье со свободной линией низа, со складочками. Складки куда-то у меня сейчас все пропало. Сейчас мы найдем их. Вот они. Так. Здесь, да, у нас тоже получается складочка-оборочка. Если мы чувствуем, что слишком ярко, то мы можем, например, здесь дать побольше непрозрачности. И тогда оно у нас помягче будет смотреться. То есть корректируйте по эскизу то, что вы смотрите. Здесь есть техники, которые можно использовать, но нет универсального приема, годного для абсолютно всего. То есть всегда нужно смотреть и адаптировать ту или иную технику под конкретный эскиз. Никогда не бывает вот прям 100%. Только так и никак иначе. Вот. Видите, как мне кажется немножко рисковато. Соответственно, если нам кажется, что рисковато, то мы можем это все поправить. Соответственно, сделать более мягким. Например, задать общую непрозрачность чуть-чуть. И вот оно все у меня туда провалилось. Или, сейчас я откатаю назад, Ctrl-Z. Убрать только заливку вот именно на наших линиях, которые мы дополнительно добавили. Чтобы она не была с заливкой. Тогда будет более мягко все смотреться. Соответственно, будет лучше. То есть надо посмотреть так, как вам больше нравится. Здесь еще такой момент, что куда мы сейчас цвет добавим, оно будет тоже по-другому себя вести. Вот такая красота получилась. Давайте я это вот так вот все смещу сюда. И на этом же эскизе покажу, как мы можем работать, например, с длиной изделия. Это в иллюстраторе делать крайне удобно. Вы можете схватить за низ и, например, сделать наш с вами платье-сарафан пол. Или то же самое укоротить. Для этого давайте посмотрим. Делаем еще одну копию. Я выбираю инструментом Direct Selection. Потом перехожу на просто Selection. Сдвигаю Shift. Нажимаю Alt. Отпускаю кнопочки. Мышь. Потом кнопочки на клавиатуре. Опять блокирую слой. И, например, сделать его намного короче. Здесь уже надо внимательно смотреть. Я, видите, трогаю пуговки. Соответственно, нужно будет сделать перераспределение пуговиц, чтобы оно тоже все смотрелось актуально. Ну, это уже такие мелочи, на которые нужно просто немножечко времени потратить, чтобы у вас получилась та длина, которую вы хотели, которую вы задумывали. То есть, одно платье, получились разные эскизы. Вот здесь вот у меня некрасиво вышло. Я сейчас там одну точку поправлю. Она мне не нравится. И здесь точно так же. При работе мы на курсе делаем это задание. Притом там очень по ширине, по длине, по элементам, по деталям. Там есть прям вот это все прописанное четко, как что делать с отработкой задания. Ну, вот это такой вариант, как это может смотреться. Ну, и традиционно наш с вами эскиз можно залить самыми разными тканями. Примерами. Давайте посмотрим. Так, она у нас белая. А так мы его с вами сделаем. Ну, мне хочется нюдовый оттенок такой сделать. Сейчас я его сама подберу. Чтобы прям пыльная роза такая. Да, вот такой оттенок. У нас с вами собрался эскиз. Так, еще один маленький секрет. То, что у нас находится сзади, ну, вот как в данном случае торчащая спинка, да, лучше сделать на чуть-чуть потемнее. И тогда будет ощущение, что оно туда внутрь вдавливается. Смотрите, совсем по-другому стали наши линии с вами смотреться. Пуговки сейчас тоже дадим им цвет. Я их все выберу. Их можно сгруппировать. Сейчас будет так удобнее работать с эскизом. Соответственно, потом можно придать асимметрию складкам. При необходимости. Основной цвет. И чуть-чуть его затемнить. Вот. Получилась такая вот приятная нюдовая штучка. Может быть, какой-то принт. Тот, который будет актуален. Давайте я посмотрю здесь в иллюстраторе. Есть некоторые узоры. Ну, вот, например, в природе. Сейчас мы посмотрим. В листве вполне нам что-то может подойти. Какие-то нежные цветочки. Ну, вот такого плана что-то может быть. Вот прекрасные ромашки, мне кажется. Подходят под стилистику общую. И еще один такой момент. Сейчас я залью ромашечками. Все остальное нашу с вами прелесть. А здесь, скорее всего, будет изнанка. Изнанка будет однотонная. Например, когда у нас платье с вами вот с принтом. Или не обязательно с принтом. Может быть, однотонной заливки. Оно не обязательно должно быть однотонным. И, например, какие-то элементы мы с вами можем задать другим цветом. И сразу получить абсолютно другое ощущение. Абсолютно другой вид того эскиза, который мы сделали. Это может быть на контрасте. Это может быть на родственных цветах. В зависимости от того ощущения, которое бы вы хотели от данного изделия получить. То есть, такой вариант тоже возможен. Это могут быть и вот такие варианты. Например, вот так. И сразу, насколько оно по-другому играет. Либо здесь какая-то часть может быть... Давайте я тоже копию создам, чтобы не этот шейскиз трогать. Какая-то часть может стать просто однотонной. Это уже дизайн. Но этот дизайн в том плане, что если вы подбираете какие-то ткани... Я сейчас брала готовые заливки, да, можно взять уже готовые ткани. И их подбирать. Что у нас там, желтенький? Вот, возможно, какой-то бежевый вариант. Не обязательно. Может быть только один элемент. Например, как пояс выделить. Такой вариант тоже вполне возможен и может быть использован. Вот так. Используйте этот вариант. Так что обратите внимание на то, что мы рисовали базовые модели. Можете их посмотреть, они все есть намного быстрее. Там даже футболка нарисуется быстро. А когда мы говорим с вами о более сложных эскизах, где начинаются элементы, складки, драпировки, конечно же, мы тратим на это больше времени. И, естественно, это как бы то, как я нарисовала. Вы можете нарисовать немножко по-другому. Посмотреть, как оформлены все складочки, все защипы. И сделать их толще, тоньше. Откорректировать тем или иным образом. Это все уже зависит от вас. То, как вы это видите, как вы это хотите получить. Обязательно смотрите. Мне не очень нравится, что у меня здесь получилось. Немножко темновато смотрится на удаление. Я бы, конечно, сейчас вот села и прошлась. Мой перфекционист внутри протестует. Я бы прошлась и убрала бы заливку. Потому что она, мне кажется, немножко лишняя на этих штучках. Давайте посмотрим, что получится. Ну да, полегче получается. Видите, как бы здесь потемнее, здесь посветлее. Такое тоже можно сделать. Можно взять какие-то линии, поддернуть их, удлинить. Для того, чтобы она сюда вышла. Можно там удалить какую-то заливку. Если она именно здесь не нужна, добавить асимметрии. То есть сделать уже эскиз таким более живым. Более соответствующим той ткани, из которой будет выполнено данное изделие. Ну или внешнему виду. Обязательно пишите мне ваши вопросы, ваши комментарии, что еще вы хотите порисовать. Я видела, что есть вопросы по мужской одежде. Я думаю, что мы ее охватим. Но просто дело в том, что те же, например, футболки или джогеры, они будут рисоваться по абсолютно такому же принципу, как и женские. И нужно нарисовать, наверное, что-то отличное от женской одежды. Ну, чтобы было хотя бы интересно. В женской одежде чуть больше всякого разнообразия в чем-то. Потому что тут еще и юбки добавляются, защипы и так далее. Но это все можно тоже делать. Спасибо, что были с нами. Жду от вас новых пожеланий. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.